Какая же встреча! Ты чего? Чего ты? Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня вас познакомить с двумя рецептами приготовления фруктово-ягодной пастилы. Буду использовать сладкие ягоды с клюквой и яблоки с клубникой. Пропорции у нас будут 85% яблока, 15% клюквы, это одна из пастил. Вторая, это будет, опять же, 85% яблока и 15% клубники. Для подслащения буду использовать мед. Что делаем дальше? Ну, естественно, моем наши яблочки и начинаем удалять сердцевинку. С ягодами будем делать потом. Вот я взял эмалированную кастрюлю, буду сразу туда очищенные яблоки скидывать. И такую штучку для удаления сердцевины яблока. Итак, почистил я яблоки. Кстати, вот эту сердцевинку я уже говорил в прошлом ролике, можно прекрасно пустить на компот, сварить. Очень хорошо получается. Яблоки берем, сейчас помельче нарезаем, ну так примерно 8 частей, для того, чтобы быстрее они пропарились, чтобы меньше проходили термообработку, чтобы больше витаминчиков, естественно, там было. И так, порезалось и яблоки, что делаем дальше? Наливаем на донышко водички, где-то около 100-150 миллиграмм. И ставим на самый маленький огонь, желательно с рассекателем, пропариваться, где-то на 20-30 минут. А пока приступим к переработке ягод. Итак, пропарил я уже яблоки, остывает сейчас до комнатной температуры. Ну, пока есть как раз время измельчить наши ягодки. Загружаем в блендер, маленький я использую в измельчитель. И делаем аналогично с клубникой. Итак, готово. Получилась полностью однородная масса. Теперь ждем, когда наши яблоки остынут до комнатной температуры. И перемешаем их. Итак, пока остывали яблоки, я растопил еще мед на водяной бане. Теперь можно уже и загружать, и перебивать все вместе. Здесь у меня клубника. Заливаем сначала клубнику. И засыпаем половину яблок. Сюда же заливаем одну ложку меда. А на ту порцию, в которой будет клюква, туда пойдет оставшиеся две ложки. Потому что клюква более кислая. Итак, выбираем режим смузи. Все, и нажимаем на старт. Споласкиваем, естественно, кувшин. То же самое повторяем, только с клюквой уже. То же самое, выбираем режим смузи. Пуск. Так вот оно выглядит. Переливаем тоже это в тару. Вот такая консистенция. Сейчас достаем сушилку и будем разливать уже для сушки дальнейшем. Итак, начинаем разливать. Берем каждый поддончик. Смазываем растительным маслом рафинированным. Сильно много не надо. Главное, чтобы был весь поддончик смазанный. Чтобы пастила после сушки не прилипла. И разливаем где-то в среднем по пол-литра. Толщина разлитой пастилы в поддоне должна не превышать 5 мм. У меня это где-то 3,5 мм. Потом лопаточкой разравниваем. Потом берем вот так вот. Разравниваем окончательно. Вот так вот получилось того. Разливаем всю оставшуюся смесь. И точно так же разливаем яблочно-глубничную пастилу. Так она выглядит. Итак, приступаем к завершающему этапу. Это к самому процессу сушки. Я использую дегидратор. Также можно использовать обычную сушилку. Также можно использовать духовку. Только приоткрыть дверцу. На температуре 50-55 градусов. Выставляем температуру 55 градусов. Выставляем время 12 часов первоначально. Здесь еще поддержание температуры. И нажимаем старт. Все. Через 12 часов я уже достану. Посмотрю, если все хорошо, нормально подсохло. Значит уже буду снимать ее с поддонов. И покажу, что получилось. Если будет необходимость, то добавлю еще времени чуть. Итак, друзья. Прошло 12 часов. Пастила подсохла. Вот я здесь уже их свернул даже в трубочки. Разрезал напополам. И вот перевязал бечевочкой. Одну и другую. Значит, это яблочно-глубничная. Это яблочно-клюквенная. Значит, что могу сказать вам по поводу вкуса. Значит, в яблочно-глубничной вкус чувствуется сразу и яблок, и клубники одновременно. Так мягко заходит. По сладости. То, что ложку меда большую на полтора литра, считайте, пюре закинули. Вполне достаточно. Довольно нормальное. Не чересчур сладкое, но и не кисленькое. Нормально в самый раз. Значит, клюквенная, в которой меда больше кинули, кислиночка чувствуется. Но, например, в отличие от яблочно-клубничной, в яблочно-клюквенной сначала идет вкус яблока, а потом только уже доходит вкус клюквы. Такой с кислинкой. Прикольно, я вам скажу. Значит, напоминаю, здесь пропорции 85% яблока и по 15% клюквы и клубники. Значит, если есть желание, то можно сделать 70 на 30, тогда будут более яркие вкусы и того, и того. Здесь у нас называется это все-таки фруктово-ягодное. Если мы положим 70 на 30, уже будет, наверное, ягодно-фруктовое. Ну, а если 50 на 50, ну там, я думаю, яблоко вообще не будет слышно. Вот так вот выглядят, такая вот консистенция, сухая вся. Вот так вот уже в нарезанном виде. Значит, хранить ее можно в холодильнике в течение года запросто. Она прекрасно себе и в прикомнатной температуре может храниться. Ну, будет подсыхать, единственное, что. Все. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Гуд бай, май лав, гуд бай.